Дружко-каравай крае, Дружко-каравай крае. Вспомним, братцы, про Валое, Как нас вон уже без воды, А трое суток мы стояли, Даже давися еды, А грели слава трубой, По всей области Донской аппаратуре. Субтитры создавал DimaTorzok Раздалась слава у нас, А мы к Балканам подходили, Нам казались высоки, Полтора часа разбили, И сказали пустяки, А грели слава трубой, По всей области Донской аппаратуре. Пограмм на весь Кавказ, Раздалась слава у нас, Пограмм на весь Кавказ, Раздалась слава у нас, А мы по горочкам скакали, На подоке сарничей, Из берданночков стреляли, Седонские кацочки, А грели слава трубой, По всей области Донской аппаратуре. Пограмм на весь Кавказ, Раздалась слава у нас, Пограмм на весь Кавказ, Раздалась слава у нас, А уж ты, дорог, гололобой, С кем задумала поебать, Ваша сполочь англичанка, Не успеет помощь, Пограмм на весь Кавказ, Раздалась слава у нас, Пограмм на весь Кавказ, Раздалась слава у нас, А уж ты, дорог, гололобой, Не видать России вам, Не таким врагом ломали, А пословнивай, Капыган, Гели слава трубой, По всей области Донской аппаратуре. Пограмм на весь Кавказ, Раздалась слава у нас, Пограмм на весь Кавказ, Раздалась слава у нас, Потешки и прибаутки, Колыбельные, пословицы и поговорки, Загадки и сказки Окружают малыша с рождения. Мы, взрослые, Используем детский фольклор интуитивно И не задумываемся о том, Какую пользу он несет Воспитании и развитии ребенка. Используем детский фольклор интуитивно Используем детский фольклор интуитивно Ай да тети, удуни. Лой-люй, одуни. Удунь, путок, калатя. Удунь, путок калатя. Лой-люй калатя. Лой-люй калатя. Путь колотя, Амоля «Лёй-Лёй», Амоля Кичи рис и рис следить Система воспитания тесно связана с историей народа, его материальной и духовной культурой. Благодатный педагогический материал веками накапливался в устном народном творчестве и народно-прикладном искусстве, фольклорных произведений, которые так близки и понятны детям. О фольклоре, как средстве патриотического воспитания дошкольников, говорят ученые не первый год. Сейчас нет в государстве другой идеи национально-патриотического воспитания, чем традиционная культура. Все остальные воспринимаются слишком идеологически. Молодежь сейчас очень сложная, ее трудно чем-то влечь. Единственная ненавязчивая национальная патриотическая идея – это традиционная культура, в которой можно жить и потихоньку учиться любить народ, страну, родину свою. Специалисты из регионов России во время проведения научной конференции в Казани обсудили традиционное искусство и образование. Есть энтузиасты в любой сфере, которые хотят не просто какую-то песню скопировать, а восстановить язык музыкальный. Он живет, у него своя лексика есть, свои законы сложения. И раньше это… Сейчас много таких коллективов. Если раньше это был удел только взрослых, считалось, что специфически детского репертуара нет, и они не могут воспроизвести какие-то сложные образцы. Сейчас вот опыт последних лет, там, не знаю, 15-20 показывает, что детям это тоже доступно в определенной мере, но все-таки доступно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Почему именно ложки? Потому что это самый простейший ударный инструмент русского народа, скажем, да? Это самобытность русского народа и следование традициям. Поэтому мы создавали, поэтому мы создавали, поэтому мы создавали в нашем детском саду, поэтому мы создали в нашем детском саду ансамбль «Нашкари». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Известный в России фольклорист, профессор Форонежского государственного института искусств и руководитель ансамбля «Воля» имеет свой взгляд на воспитание подрастающего поколения. Я руковожу сама фольклорным ансамблем и исповедую такую как бы идею, не то чтобы восстановить традицию, это сделать невозможно, но по возможности сохранить этот музыкальный язык для будущих поколений, потому что пройдет еще какое-то время, и мы уже аутентичного исполнительства не увидим. ПЕСНЯ 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 В Казанской консерватории она прочитала лекцию на тему детское фольклорное движение, реалии и перспективы. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это детский фольклорный ансамбль «Туган Аль». Его участницы изучают музыкальную традицию кряшин. Мы представляем песенную традицию Чистопольских кряшин. Эту песенную традицию, так скажем, я изучаю, я являюсь аспирантом на данный момент Казанской государственной консерватории на капиталитной музыкологии. Я ездила в экспозиции с фольклорным поминетом в 2012-2013 годах в Чистопольске, Новожишминске, Алексеевске районы Республики Татарстан. И весь материал, который я привезла, обработали, расшифровали. И я применяю, так скажем, эти песни на нашем фольклорном ансамбле. Девочки-татарки, но не все дома разговаривают, так скажем, на татарском языке. Они носители традиции, но не разговаривают. Мы входим в традицию, потом мы уже накладываем это на музыку, и потом мы начинаем изучать контекст исполнения этих песен. Изучаем жанры, где, когда и зачем исполнялась та или иная песня. Я начала заниматься с четвертого класса. Мне интересно это тем, что, мне кажется, это традиции народа, и я учусь этому. Все знают то, что я пою народные песни. Я, наоборот, пытаюсь, так скажем, современным моим одноклассникам передать что-то народное, что-то этнографическое. И они уже принимают это, можно сказать, когда я пою в каких-то мероприятиях, подпеваю. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но не только музыкальные иллюстрации оставили неизгладимый след в памяти гостей конференции Выступление этнографа из Санкт-Петербурга ДимаTorzok 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 Если брать европейскую традицию то знаменитый килт Это шотландская юбочка мужская, но этнограф знает, что она была изобретена в конце XVIII века, известен даже автор, офицер. Но сейчас это воспринимается как аутентичная традиционная деталь костюма шотландца горского. Кандидат исторических наук, заведующий отделом этнографии Русского народа Российского этнографического музея, и тему для своего выступления избрал особую – в поисках необычного в обычном. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Встречи приоткрыли тайну фольклора и стали на шаг ближе к его первозданной красоте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА